Здравствуйте, уважаемые зрители! Я приветствую вас! И сегодня мы беседуем с Сергеем Евгеньевичем Табаковым в Новом Саде, Сербия. Здесь проходит Кубок Мира по самбо. Но мы будем говорить о новой и, на мой взгляд, интересной дисциплине пляжном самбо. Тем более, недавно прошел чемпион мира по пляжному самбо, третий по счету. И эта дисциплина интересная, но и в то же время многим пока непонятно самбистам, особенно таким, можно сказать, закренелым самбистам. Поэтому я вот хочу, может быть, немножко расширить понимание, что такое пляжное самбо с точки зрения Международной Федерации самбо. Вот так. Сергей Евгеньевич, ну так что же такое пляжное самбо и с чем его едят? Ну, первое, добрый день. Прежде всего, я хотел сказать, что оно не очень новое. То есть не очень подходит вот это определение новое. Потому что впервые пляжное самбо почти 10 лет назад, в 2014 году по инициативе Василия Борисовича Шестакова для участия нашего вида спорта на пляжных играх азиатских была поставлена задача разработать правила, экипировку, оборудование для проведения сомбой. И, собственно, эта задача была решена. И Василий Борисович по окончанию в Таиланде происходил на Пхукете, сказал Сергей Евгеньевич, у русских говорят «первый день кома». У нас, говорят, первый день кома, все было замечательно. Вот я хотел уточнить, по какой причине вдруг появилась вот эта вот идея пляжной самбо, вот мотиватор вот этой создания новой дисциплины? Нет, все очень просто. На встрече с руководителем Азиатского Олимпийского Совета, вернее, Олимпийского Совета Азии шейхом Аль-Сабахом Василий Борисович обратился с просьбой рассмотреть возможность включения самбо в азиатские игры. Мы знаем, что в азиатских играх очень обширная программа. То есть есть большие азиатские игры, мы назовем так большие, их так никто не называет, но для понимания. То есть это достаточно представительные соревнования и для Олимпийских комитетов азиатских стран, это соревнования, наверное, в рейтинге после Олимпийских игр занимают второе место, даже не чемпионаты мира, а именно по видам спорта, а именно вот эти азиатские игры. То есть это как главное соревнование континента, а далее идут иные, назовем так, азиатские игры, в частности, это боевых искусств закрытых помещениях, так называемые игры, да, в Ушхабаде мы проводили, сам было представлено в 2017 году, а также есть пляжные игры, они проводятся достаточно часто, и там представлено очень много различных видов спорта, причем адаптированных именно под название пляжные. И, собственно говоря, когда Василий Павлович обратился с этим призывом строить санбе, то Шейх сказал, да пожалуйста, вот в Таиланде будут проходить азиатские пляжные игры, и у Вас есть пляжные санбе на сейтбольческой уровне, нет-то вроде. Ну и, собственно говоря, с таким посылом, Сергеевич, ну, мы же сами творческие люди, значит, надо придумать. Как Вы среагировали на это? Ну, я, скажем так, все, что касается всего нового, как говорится, взвешенной авантюры, то есть, в принципе, это такой интересный был проект, и мы, собственно говоря, среагировали на это, слава Богу, есть возможность поэкспериментировать на своих студентах, и в качестве такого творческого проекта, то есть, мы рассматривали на наших занятиях, отрабатывали какие-то элементы, рассматривали, ну, именно судейские на ковре, на практических занятиях, ну, и, собственно говоря, родились эти правила. Сергей Ильич, я хочу еще, знаете, что спросить? Вот президент ФИАС Вам предложил пляжный самбо. Понятно, что Вы человек опытный и понимаете, в принципе, для развития самбо это необходимо. Как Вас приняли, вот то, что Вы сказали, Вы начали пробовать это со студентами, как вообще те люди, которым ну, как бы были в стороне от всего этого. Как они Вас приняли вообще? Вы пришли искать пляжный самбо? Нет, мы обозначили, что это, что будут соревнования по пляжному самбо. Но для меня было интересно, я ожидал реакцию. Понятно, что, когда мы разрабатывали правила, то понятно, какие-то в общих чертах мы, скажем, такой драфт вот этих правил мы отправили в Национальные Федерации Азии. И, то есть, они ехали, они понимали, то есть, что их ожидает. Но, честно говоря, предполагаю, что вообще азиатские, ну, вообще особенность менталитета Азии, они достаточно консервативны. То есть, они очень жестко привязаны к каким-то таким традиционным вещам. И тогда на техническом совещании я сделал презентацию этих правил уже на играх и общался с представителями Национальной Федерации. Я сказал, что разрабатывая правила, мы сделали некий такой реверанс в сторону национальных видов борьбы. В принципе, в Азии каждый из народов имеет такие большие традиции, хорошие древние традиции национальной борьбы, и по сути дела, ну, это не, это была не игра. Действительно, мы попытались сделать на это акцент. Ну, и в Монголии, и во всех наших постсоветских республиках существует и Гуштенгирия у таджеков, и варианты борьбы куража. Но они все на открытом воздухе проводят. Они проводят, да, они проводят на траве. Понятно, что современные, современные правила и организации мероприятий, они максимально приблизились, ну, скажем так, уже к спортивным видам, то есть являются ковры, и уже они борцовки одевают, обувь, да, и какие-то там еще элементы спортивные, единоборств, но в целом, как бы, исторически это проводилось всегда на улице, ну, и, собственно говоря, там, в национальной одежде. Собственно говоря, мы говорили, что там была дилемма сделать как сумо до касания, как национальный вид борьбы, то же монгольское, Баррель-Добух, что до касания частью тела, но с точки зрения зрелищности это не очень убедительно, то есть тогда бы это превратилось просто в толкание, сбивание, но и мы потеряли бы как бы преимущество и зрелищность сам, поэтому мы сочли таким образом, что как golden score, то есть любая оценка, любая оценка от балла, там, балл 2-4 и чисто, то, что по правилам спортивного и боевого самбо оценивается, ну, это достаточно условно, то есть никакую часть тела упала, упал, да, то есть бросок оценен, и, то есть, в принципе, это легло в основу, потому что очень много бросков, которые выполняются с первым касанием атакующего, да, то есть это и мельница с коленом, бросок через спину с колен, ну, и много-много-много различных техник, когда, проводя прием, спортсмен первым касается, ну, даже тоже бросок через грудь, красивый, амплитудный, и сказать, что да, мы это не будем оценивать, ну, вот, взвешиваются и за, и все против, то есть мы сочли, что это любая техника, которая по правилам, ну, во-первых, это спортсмены легко для понимания, и проще для понимания, ну, и специалистам, и судим, то есть перестраиваться не нужно очень долго. Вот это, ну, такая техническая составляющая, я знаете, что хочу, ну, которую, в принципе, сегодня могут посмотреть все там правила соревнований, да, по пляжному самбо, но, вот, допустим, перед чемпионатом мира, который прошел недавно в Доминиканской республике, я видел в интернете, ну, различные там высказы, ну, еще и до этого, ну, что это придумали, вообще уродуют самбо и так далее, ну, как на тот момент, когда вы только начинали, в среде, ну, таких закоренелых самбистов отреагировали на то, что вот появляется пляжное самбо. Имеется в виду в среде тренеров, специалистов, которые не входят в федерации где-то там. Знаете, ну, скажем... Вы с ними дискутировали на эту тему? Скажем, нужно ли, чтобы были скептики, люди, которые были, ну, скажем так, оппонировали, пытались опровергнуть что-то, ну, это было всегда, это не только самбо, если мы возьмем, ну, любые какие-то, любые инновации, то есть всегда есть скептики, говорят, ну, это, наверное, хорошо, потому что пытаясь, ну, слово доказать, ну, вот не очень походит, а доказать преимущество того или иного направления, оно должно пробиваться, ну, сквозь как раз толщу вот этого консерватизма, и, скажем, для нас это было такое хорошее раздражительство, почему, потому что, ну, я бы сказал даже так, что в этих правилах, на этих соревнованиях мы попытались сделать то, что мы не смогли сделать спортивным самбо. То есть сегодня, я считаю, что правила спортивного самбо и, там, боевого самбо, они предполагают достаточно широкий спектр технических действий, возможностей, а здесь у нас была такая интересная площадка, где мы попробовали сделать то, что мы не можем реализовать спортивным. И сейчас многие такие небольшие изменения, которые пришли в спортивное самбо, они апробированы как раз жизнью, практикой проведения соревнований на пляжном самбо. Ну, в частности, если мы посмотрим книжку, такую весь эту книжку правил по, там, спортивному и боевому самбо, то количество, скажем, таких позитивных моментов, ну, в части выполнения атакующих действий, которые приносят какие-то положительные баллы спортсмену, в противовес существует не меньше, а может быть, даже больше по объему количества замечаний и предупреждений, которые получают спортсмены и всевозможных ограничений и запретов, которые, ну, как чаши весов находятся в таком противостоянии, да. А у нас получилось, что главная, как бы, идея и то, что, собственно говоря, в национальных видах борьбы, это, ну, как прототип военной подготовки войн, да, то есть в прошлом. То есть это не ради спорта создавалось, а это как все эти единоборства, виды борьбы, это как один из элементов системы военной подготовки. У тех же монгол трябка из лука, скачки и борьба. То есть это базовая подготовка воинов, и, собственно, вот сошлись два равных, и каждый хочет показать и продемонстрировать свое первенство на друге. То есть это главная, наверное, и идея, и, собственно говоря, то, что мы пытались вынести, ну, именно как главное вот в этом поединке, потому что все остальное второстепенно, то, что люди там пассивные, то, что они куда-то выходят, то есть мы все это отсекли, потому что стереотип или, а где линия, да, надо какой-то шланг положить. То есть как пошли, мы же изучали опыт наших коллег, посмотрели, существовала пляжная борьба. Что они сделали? Они положили на песок шланг, обозначили этот круг, они перенесли все эти баллы, которые существуют в спортивной борьбе, в вольной борьбе. И, то есть, собственно говоря, ничем не отличается от того, что происходит в зале. Мы же изменили и саму площадку. Нам не нужен круг. То есть люди, которые сошлись, ему не надо искать и бегать с соперником. То есть он тоже хочет быть первым. То есть это вынесено вообще как главная идея. То есть он должен бросить. Вернемся к скептикам. Я сейчас, если позволите, все-таки закончу. И вот эта мысль, что у нас нет предупреждения. Есть дисквалификация. Есть дисквалификация. Если спортсмен бросает захват на волевой прием, то есть в итоге он может просто повредить там конечность и так далее. То есть принести какой-то урон здоровью, да. Он бросает соперника, втыкая головой в песок. Это тоже, в общем-то, серьезное. Ну и неспортивное поведение. Такая достаточно широкая такая позиция. Ну, я думаю, что это понятно любому. То есть вот и все. Все остальное можно. Разрешены захваты за любые части фрагмента одежды. Никто не ограничивает перемещение по площадке и так далее. По поводу скептиков. Ну, я знаю, что хотел. Вот скептики, да. Вот за эти годы, да, 10 лет, вы сказали, как вот развивается пляжное самбо. И сегодня я вижу, что оно набирает популярность, в принципе, достаточно широко, особенно в таких южных странах, да, где есть пляж, море, солнце и так далее. Какие вы слышали, ну, такие вот прям жесткие какие-то высказания в адрес того? Ну, жестких не слышал. В основном это где-то происходит, ну, как бы люди просто рассуждают в воздух. Да, то есть, но как результат того, что, ну, скажем, парадокс, да, самбо вид единобосса, рожденный в СССР, но к вопросу женская самбо появилась впервые не в Советском Союзе, оно появилось в Европе. Парадокс, да? Мы родоначальники этого вида спорта, но женское самбо начиналось без советских спортсменок. Только спустя несколько лет советские спортсменки начали участвовать в соревнованиях по... Значит, и тогда тоже были скептики в отношении женского самбо? Есть. Чемпионат России произошел, произошел спустя шесть лет. То есть, благополучно проходил на всех континентальных чемпионатах, то есть в 2014-2016 году в Таиланде и в Дананге, во Вьетнаме проходили азиатские игры. На всех, на всех, да, на это азиатских, да. А, соответственно, все континентальные чемпионаты уже предусматривали такую дисциплину. И только спустя шесть лет российские спортсмены начали проводить отбор, тоже не понимая, до конца не понимая сущности. И мы, в общем, столкнулись с определенными сложностями спустя только шесть лет, когда люди начали додумывать эти правила и начали носить какие-то свои коррективы, такие достаточно своеобразные. То есть, с чем мы не стали... То есть, люди выходят и борются. Они не думают, как там отстоять. Потому что правила, они не предусматривали того, что люди будут вдруг пятиться, да. То есть, они с открытым забралом выходят и пытаются бросить. То есть, и это было и в Африке, и в Панамерике, и в Азии. А вот у тебя дома, на родине самбо, мы столкнулись с такими вот, такими интересными проблемами, да. Поэтому я пример привел женского, много было противников боевого самбо и так далее. Поэтому это надо воспринимать как естественный процесс, не только в самбо, а вообще в жизни. Когда появляется что-то новое, скептиков очень много. Сегодня дисциплина пляжная самбо уже сформировалась, как, ну, назовем так, как дисциплина уже вот такая, ну, достаточно мощная, чтобы можно было вот сказать, что все. Ну, я могу сказать, что в части правил практически там нет, ну, скажем, таких слабых лист. В принципе, ну, вообще в идеале хороши правила, которые можно уместить на одной страничке. Понимаете, когда, ну, по правилам, судья должен иметь свисток и в кармашке правил. Но сегодняшнее правило будет сильно оттягивать кармашек нашего суди, потому что это такая толстая книжечка, где все подробно, подробно, потому что часто возникают ситуации, которые не предусмотрены правилами. И попытка предусмотреть различные ситуации, она ведет к тому, что эти правила разбухают, да. Потому ну, жизнь показывает, что иногда возникают такие нестандартные ситуации, с которыми мы просто раньше не сталкивались. А жизненно, ну, у нас были ситуации, когда, допустим, возвращаясь в спортивном сомбале, когда спортсмен, ну, происходит какой-то вскрик, он говорит, я не кричал. А другой говорит, да нет, он кричал. А арбитру послышал, что кричал. Мы на повторах не можем услышать голос спортсмена, потому что там в полу борьбы и плюс то, что болельщики кричат. И в итоге я предлагаю, давайте тогда оценивать, если это взрослые спортсмены, тэппинг, да, ногой, рукой. То есть человек отбивает чечетку и, собственно говоря, показывает, что он сдается. И пусть это будет механический какой-то сигнал, который можно отследить на видеоповторе, раз никто не сознается. А некоторые начинают уже хулиганить. Проводящий начинает, находясь головой вниз в клубке, проводящий начинает кричать, имитируя голос, атакуя ему, и провоцируя, чтобы арбитр зажег чистую победу. Видите, то есть жизнь сама диктует какие-то вещи, которые мы раньше даже не предполагали, говоря о том, что здесь, ну, должна быть какая-то там словопонятность. Ну, иными словами, что в принципе пляжное самбо уже готово, сформировано и уже, наверное, переросло вот этот зародышевый период, да? Ну, оно даже нет смысла даже доказывать о том, что там оно нужно, не нужно. Если говорить, допустим… Ну, видите, опять, в данном случае я сейчас выступаю как руководитель технической комиссии Международной Федерации сам. То есть, да, я гражданин России, да, я работаю, готовлю специалистов для России, но я немножко должен, ну, пытаюсь выйти за рамки того, что делаю в России. Потому что если я буду замыкаться только на это, тогда, ну, не в состоянии делать какие-то проекты, связанные с развитием международной самбо. Потому что, ну, условно говоря, давайте мы с вами… Ну, если говорить про Россию, чтобы понимать, сегодня дисциплина пляжная самбо официально признана в Министерстве спорта, то есть это уже на законодательном уровне, если уж говорить, то есть есть создана сборная команда России по пляжному самбо. И как хорошая латмусовая бумажка можно сказать, что спортсмены, которые успешны, допустим, в спортивном самбо, не попадают в сборную команду по пляжному самбо. Парадокс, да? То есть они сильны, допустим, там, в борьбе лёжа. Ну, то есть, какие-то такие разделы техники, которые не типичны для пляжного самбо, они там успешны, но попадая на эти соревнования, они оказываются несостоятельными. Это как, ну, просто иллюстрация, да? Но… То есть люди, спортсмены наши, тренеры, они имеют определённые дивиденды с того, что появилась новая дисциплина. Ну, во-первых, это более насыщенный календарь. Это присвоение званий мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Ну, и… Нет, не только спортсменам, но и тренера. И тренеры, которые, соответственно, получают, ну, собственно говоря, с этого результата они получают определённые дивиденды. Поэтому, условно говоря, если я выступаю как тренер, как специалист, то, пожалуй, что это хорошая прибавка. И увеличивает спектр вообще возможностей наших спортсменов, которые могут выступать, выбирать дисциплину и быть успешными. Ну и как главный тезис, я бы сказал, что если есть слово «самбо», не надо пугаться, что оно имеет какие-то, ну, скажем, отдельные какие-то оттенки, да? То есть это же не просто чёрное-белое. Появляются какие-то оттенки, да? Оттенки, которые, ну, показывают многогранный самбо просто как системы и показывают вообще возможности самбо. А потом, давайте так, мы говорим, что Африка, Панамерика, Азия не самый богатый народу. И для того, чтобы просто, ну, чтобы понимать, что такое провести топовые мероприятия уровня континентального, то есть это аренда громадного зала, это специальное оборудование, это и так далее, и так далее, да, это экипировка недешёвая. Вот для проведения соревнований по пляжному самбо нужна просто трубка, обычная, для которой дело современное из металлопластика. Четыре флажка, там гонг, если это уж совсем прям прикрасить всё это, навес для судейской коллегии, всё. И форма, и самое главное, могут участвовать, это очень хорошая площадка для того, чтобы сделать, объединить различные виды единоборств. Там могут участвовать спортсмены, как самбисты, боевые самбисты, дзюдоисты, вольники, классики, представители национальных любых видов борьбы. Это такие усреднённые правила, в которых везде оценивается красивый бросок. Это понятно зрителям, и я это тестировал. Просто люди с пляжа заходили на трибуны, садились в том же Таиланде. Я спрашиваю, что вы... Вы понимаете, что происходит? Они говорят, да. А кто побеждает? Ну, они показывают движение, там, типа, бросок через бедро. Вот тот, кто сделал вот это, вот он побеждает. То есть, вот когда простым людям, понятно, потому что, ну, давайте так, положа руку на сердце, если мы будем смотреть сегодня соревнования по спортивному боевому самбо или по дзюдо, по олимпийской дисциплине или по вольной борьбе, мы даже специалисты из родственных видов борьбы иногда не понимаем, что происходит. И в недоумении. То есть, для того, чтобы сегодня понять правила, это абсолютно такая ограниченная категория людей понимает вообще, что происходит. А здесь все доступно обывателу. То есть, и когда обыватель понимает вообще, что происходит на площадке, что должны сделать спортсмены. Это вообще для любого человека понимания происходящего, оно подогревает положительные эмоции, создаёт положительные эмоции. А, собственно говоря, если мы говорим, что это зрелище, то это, наверное, самое важное. То есть, не спорт для спортсменов и тренеров, и там каких-то специалистов, судей, а спорт для всех, чтобы люди понимали. Поэтому что нужно? Нужна площадка с хорошим песком, без ракушек, без камешков. Нужно четыре флажка, нужно четыре флажка. Нужна какая-то элементарная экипировка. Потому что, ну, я видел, как проводили там национальный чемпионат, они брали наши обычные куртки красные и синие. Но это не противоречит правилам. То есть, в принципе, здесь все, что единственное, наши там синтетические шорты, за них захват не выхланишь. Потому что все-таки мы здесь сделали захват за шорты. То есть, это как элемент одежды, которая предполагает захват. Но и, ну, в этом есть неопределенная особенность, да? То есть, в отличие. Но это как раз подчеркивает, что разрешено все. Поэтому сегодня вот тоже пляжные самбо. Опять же, я говорю о том, что это небогатые страны, не обладая ресурсом определенным материальным, можно проводить, я бы назвал это как программу «Спорт для всех». Самбо для всех, да? И самое главное, я скажу, что за время, ну, то, что там, где я был участником мероприятия, как функционер, как супервайзер, не было травм. Были какие-то легкие рассечения, но они были обусловлены не тем, что это какие-то жесткие условия, они обусловлены, ну, какими-то обычными человеческими как-то особностями. Где-то ногтем, где-то какой-то зацепили просто за счет противостояния, за счет этой борьбы, ну, такой достаточно напряженной. То есть это тоже очень важно. Почему? Потому что, знаете, как после окончания каждого соревнования мы подсчитываем не только количество медалей, а как положительный баланс мы подсчитываем минимизацию всевозможных повреждений, вызовов там скорой помощи и так далее. То есть перекрестились, слава Богу, обошлось без серьезных травм. То есть это тоже фактор, то есть мы пытаемся сберечь здоровье наших спортсменов, наших участников. И вот это минимальное количество и степень повреждений. Говорит о том, что это заслуживает много. Ну, говорят, что вот там в глаза попадет, но это опять от лукавого, я могу сказать, никто не жаловался, особенно стряхнули салфеткой или, в крайнем случае, пульверизатором попрыскали, он протер салфеткой и продолжает бороться. Сергей Евгеньевич, хочу услышать от Вас такое экспертное мнение, как все-таки Вы представитель Международной Федерации Самбо, о завершившемся чемпионате мира в Доминикане, который прошел, ну, такой, может быть, краткий резюме по пляжным. Да, значит, какой мы интересны, ну, опять, ведь все связано же с количеством стран, то есть мы надеемся, что люди сами найдут деньги, поедут и так далее. Ну, сложно, на самом деле это сложно, как я уже говорил, страны не обладают определенным там бюджетом для командирования спортсменов. Мы нашли такой оригинальный ход, то есть мы привязали чемпионат Пан-Америки к чемпионату мира, то есть мы минимально короткие сроки, то есть мы не стали в рамках чемпионата Пан-Америки проводить пляжное самбо, а вынесли его за рамки как бы чемпионата, чтобы спортсмены, которые выступали, были успешны или не были успешны, у них появилась еще возможность еще стартануть их пляжным самм. И таким образом у нас достаточно большое представительство было страны Пан-Америки на этом чемпионате и, ну, собственно говоря, те страны, которые обладают ресурсом, то есть это и Россия, и Казахстан привезли своих спортсменов из Европы, участвовали это из Голландии, из Румынии команда, очень серьезно подготовились такие, в общем-то, амбициозные команды, я скажу, что пытались друг от друга они убежать, сделали слепую жеребью, в полуфинале сборная Румынии выиграла сборный Фиас один, и хорошей, честной борьбой было, в принципе, ну, было зрелище. И то, что там команда Казахстана в финале боролась с Румынами, и то, что команда Коста-Рики вошла в тройку лидеров в командных соревнованиях, ну и, соответственно, в индивидуальных соревнованиях медали разошлись по странам, я считаю, что, ну, это, это как бы, это позитивный такой итог, но и, видите, все-таки, там, сто метров от кромки воды, пальмы, там, солнце, сама атмосфера, и когда мы, допустим, там, один из популярных певцов, там, в стиле сальса, там, исполнял, то участники, судьи, болельщики выкатились на площадку, и была такая музыкальная такая пауза, и видно было, насколько люди были искренними. Вы понимаете, что любое появление на таких наших классических соревнованиях людей на площадке, оно не приветствуется. Здесь это не было каким-то, да, в рамках формата мы начинали строго в отведенное регламентом время, но допустить такое, почему нет? Но топтали, разровняли граблями и продолжили. То есть вот эта вот атмосфера фестиваля, атмосфера как будто единая, даже снимает вот это напряжение, которое чемпионат мира, все олимпийские игры, чемпионат мира, сразу что-то такое, знаете, накладывает определенное такое давление на участников. А здесь было как раз более такое доброе, домашнее, не знаю, какое-то такое праздничное настроение. Поэтому я считаю, что когда мы обсуждаем, условно говоря, какая бы дисциплина смотрелась достойно на олимпийских играх. Ну, часть специалистов склоняется, что должна быть классика, должна быть спортивная самбо. Это вот наше все. Почему нет? Боевое самбо зрелищно, востребовано. Сегодняшняя публика с удовольствием смотрит всевозможные смешные единоборства, и молодежи это направление популярно. И тоже в этом есть некая сермяжная правда. Но и я могу сказать, что сегодня очень много появилось пляжных видов, то есть не только волейбол, и это и футбол, и там чего там только нет. Сейчас уже столько там, и гадбол пытаются там как-то привязать. Поэтому самбо очень, пляжный самбо очень хорошо вписывается вот в эту концепцию пляжных видов спорта. И, ну, знаете как, это не то, чтобы мы взяли и сами с нуля что-то придумали, а так получилось, что нас жизнь к этому подтолкнула. Не хочу сказать, что мы осенило, да, яблоко упало, и все, и мы закон Ньютона там вывели. Так сложилось, что вот сама жизнь, она нас к этому подвела, а мы просто оказались в нужном, в нужное время, в нужном месте. И, ну, внутреннее вот это состояние, что самбо, оно может быть многоликим, и оно может найти себе, скажем, своих участников в различных площадках. Почему нет? Есть слово самбо, а что мы туда добавим? Спортивное, боевое, пляжное, там, демо, онлайн, потому что, ну, люди не успели покритиковать нас за то, что мы во время пандемии, у нас 70 стран участвовало онлайн самбо, то есть люди еще не успели дотянуться, так сказать, со своей критикой до этого. Но я вам могу сказать, что финал японец и немка не россияне, далеко не россияне. Они были в тройке на континентальном кубке по онлайн самбо. То есть это говорит о том, что, видите, оказывается, лидеры могут меняться в зависимости от тех векторов, которые они задают. Но, опять же, это самбо, 70 стран. Японец заработал 2,5 тысячи долларов, выиграв азиатский кубок и финальный кубок мира по онлайн самбо. Сергей Евгеньевич, это будущее, это будущее. Сергей, спасибо вам, что вы немножко, а может даже множко расширили понимание, что же такое все-таки самбо и, в частности, пляжное самбо. Я надеюсь, что те, кто посмотрит это видео, может быть, скептиков чуть уменьшится, а может быть, еще добавится. Но в любом случае, как вы правильно заметили, ну и я вообще с хромом к тому, что все живое должно постоянно как-то вот... Сергей Евгеньевич, противоборство, единство и борьба. Сергей Евгеньевич, вот оно идет, оно как-то меняется. Я думаю, что, уверен даже, через еще 10 лет уже будут говорить, что как хорошо, что создалось пляжное самбо. Это расширяет возможности для людей, в первую очередь, для тех, кто хочет выходить, хочет совершенствовать себя физически и так далее. Так что те, кто задумался, вот, видимо, посмотрев это видео, немножко, так сказать, уложат по полочкам, что такое пляжное самбо. Вам спасибо и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.